Продолжение следует... Вот он выглядит так. Если его убрать из мины, то эту мину еще не делает полностью безопасной, потому что внутри мины есть капсюль. Ничего, как бы сказать, смертельного он не сделает, данный капсулек, но все же, когда мина взведена и нет провиндичного детонатора, при нажиме произойдет накол капсуля. И вот вопрос, насколько сильный хлопок данного капсула, сможет ли он повредить данный мин? Или, или, а есть ли вообще вероятность того, что заведется взрывчатое вещество из нее? Вот это мы сейчас и выясним. Научно-исследовательский инженерный институт «Три пальца» в работе. И вот у нас есть дистанционный испытательный станок с дистанционным бревном под управлением. Лежит ПМН-ка. В ней мы выкрутили промежуточный детонатор. Пробку поставили на место. Взвели механизм дальнего взведения. И вот теперь смотрим. То есть сейчас будем ронять данное бревно на датчик цели. И посмотрим, каков будет хлопок капсуля. Ну, мы особо много не рассчитываем. Ну, ради эксперимента, просто руками, это как бы не хочется сжимать. Но тротил там есть. То есть тротил оттуда не выковыривали. Штатно, как он там расположен, так и есть. Просто промежуточник убрали. Ну, вот посмотрим. Вот, ну, сработал. Ну, сейчас, чтобы не разбивать до конца ПМН-к. Вот, смотрите, что произошло. Поэтому делаем вывод. Движок выкручивать важнее, чем только промежуточный детонатор. Вот так вот. Ну, видим, что, конечно, от капсули тротил не завелся. Но вот уже, да, так сказать, в мину обратно не получится использовать. И вот такие эксперименты, друзья. Продолжаем эксперименты в нашей рубрике «Очумелые три пальца». Сейчас, ну, уже такой, как бы мы не рассчитываем, не особо на что. Это промежуточный от ПМН-2. Вот он выглядит так. То есть, если мы до этого удалили из мины и бахнули капсуль, и капсуль разорвал мину, то что будет, если мы удалим капсуль, но оставим промежуточник? То есть, удар иглы заведет ли его или не заведет? Потому что вот решили испытать просто на механическую чувствительность данную промежуточную шашку. Ну, для того, чтобы удар был более таким плотким, мы вот положили кирпич. Посмотрим. Еще с кем-нибудь другими вещами будем тоже скидывать. Посмотрим сейчас механическую чувствительность. При данном ударе произошло его просто несущественное замятие. Эксперимент будем продолжать дальше. Рубрика «Очумелые три пальца» продолжается. Промежуточник от ПМН-2 испытываем на механическую чувствительность. Стальной лист. Ложим промежуточник. Накрываем его плитой. И берем в руки кувалду. Ну нахер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, не повторяйте это дома. Ну, как видим, он весь прям впрессовался, изменился. То есть к механическим чувствительностям он не особо и подвержен. Ну, при определенном стечении обстоятельств, конечно, в теории он может бахнуть. Но, как видите, мнется, но не взрывается, по крайней мере. Не стоит это повторять. Данные эксперименты проведены конченными профессионалами. Берегите себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА